Низкий старт перед фестивалем. Глава Сочи оценил санитарное состояние курорта, объехав главные гостевые маршруты. В Сочи сгорело летнее кафе. Крупный пожар разрушил коктейль-бар на Лазаревском пляже Гренада. На Северное демонтировали незаконные рекламные конструкции. Теперь этим в мэрии занимается отдельное управление. Российские лыжероллеры финалом Кубка России завершают сезон Сочи. В город прибыли 250 спортсменов. Православные отмечают один из больших церковных праздников. Сегодня Рождество Пресвятой Богородицы. Богослужения проходят во всех храмах Кубани. В Новороссийские праздничную литургию провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На нее собрались более 5000 человек. Вместе с прихожанами на службе побывал глава региона Вениамин Кондратьев. А после вместе с патриархом губернатор обсудил развитие духовности на Кубани. Положительно развивается. Регион, имеющий огромное значение для нашего отечества. Житница России. И, конечно, замечательные успехи во всех отраслях. Но дай бог, чтобы и дальше все так же развивалось. Но самое главное, меня как патриарха в первую очередь удовлетворяет развитие духовной и церковной жизни. Это не только житница материальная, но и духовная житница. Здесь очень богатая религиозная жизнь. Очень сильные в вере люди. Вот так, как на Кубани стоят в 30-ти градусной жару в храме люди, и какие у них светлые и радостные лица, вот не в каждом месте такое видишь. Рост экономики, рост благосостояния жителей региона, это тоже очень важно, потому что это, естественно, возможность достойно жить в нашем крае. Но я хотел бы здесь заметить, что мы понимаем, что параллельно с ростом экономики и ростом благосостояния граждан, конечно же, должен быть, а может быть даже и раньше, рост нравственности и духовности. Потому что бездравственному обществу никакие экономические дивиденды не нужны. И бездравственному человеку деньги тоже, они же его и погубят. Поэтому, Ваше Святительство, благодаря Вам сегодня Кубань сохраняет традицию, сохраняет культуру и сохраняет веру своих предков. И сегодня она является и традицией, и культурой, и верой нашего сегодняшнего народа, наших жителей сегодняшнего края. Вам огромное спасибо за заботу о нашем крае. Я еще раз хочу подчеркнуть, мы делаем все, чтобы поддержать все ваши инициативы. После праздничных богослужений патриарх Кирилл и Вениамин Кондратьев возложили цветы к мемориалу «Малая земля». В годы войны на этом месте советская армия героически держала оборону Новороссийска от немецко-фашистских войск. А рядом с памятником губернатор и глава РПЦ осмотрели строительство Никольского морского кафедрального собора. И продолжаем выпуск. От вечно зеленых елей и молочных буренок до орехов в меду. Свою продукцию в Краснодар привезли сотни аграриев со всего края. Седьмая кубанская ярмарка открылась накануне в Экспограде. Подробнее наши краснодарские коллеги. Здесь мед льется рекой, а запах колбас сводит с ума. В пяти павильонах все достижения народного хозяйства. Свои товары представляют более 1200 фермеров юга России. Кубанскую ярмарку нередко сравнивают с известной сельскохозяйственной выставкой в Берлине «Зеленая неделя». Но основное и главное отличие – это то, что участниками ярмарки в Краснодаре становятся только предприниматели малого бизнеса. Например, такие как Артур Гадун. Мужчина уверяет, его инновационные клетки для кроликов – идеальное жилье для ушастых. Если убрать отсюда перегородочку, убрать отсюда родилочку, то эта клетка превратится в откормочную ячейку. Соответственно, она универсальна. Она используется как маточная, как откормочная. Она очень долговечная. Срок службы этой клетки – 25 лет. И, соответственно, это конкурент деревянным оборудованием, которого служба всего лишь год. Фермерские и личные подсобные хозяйства лишь на первый взгляд кажутся мелкими. На самом деле за ними скрываются большие объемы производства. На Кубани они дают почти весь картофель, больше половины овощей и трети молока с мясом. Количество сырья теперь необходимо переводить в качественную продукцию, напоминает в разговоре с фермерами губернатор. Речь о создании перерабатывающих кооперативов. Мы сегодня максимально пытаемся заперсновать через господдержку, чтобы вы все-таки чувствовали себя устойчиво. Я сейчас, имея собственный убой, собственную переработку и, соответственно, всю документацию, я имею право поставлять свою продукцию куда угодно. Вы сегодня уже можете, допустим, колиководы объединиться, пусть на стадии производства или выращивания коликов, а на стадии переработки уже мясо. Вам проще между собой образовать союз или кооператив. И в рамках этого кооператива договориться, в том числе и о качественной переработке, и о качественной продукции. Не упустите это. Объединяйтесь. Вы пока чаще считаете каждую свою копейку, что я буду, а что не получу. Вот не это главное. Когда вы станете большими, вы заработаете большие деньги. Только в этом случае. В качестве посетителя кубанской ярмарки Вениамин Кондратьев прошелся по торговым павильонам. Задержался губернатор у лотка с мороженым. Аналог итальянского десерта Джелатто производит фермер из Ейского района. Делают лакомства только из сливок и свежего коровьего молока. Кстати, с его получением на Кубани не все гладко. Объемы производства, считает глава региона, необходимо увеличивать. Сегодня вопрос с молоком у нас на Кубани по-разному обстоит. Если говорить честно, то в основном молока-то не хватает для того, чтобы мы могли говорить о качественном нашем кубанском продукте. Когда мы приходим к фермеру и говорим, что мы, мол, завод, и мы у вас будем забирать 100% все молоко, которое вы будете делать, он сразу начинает уже задумываться, да, и уже начинает как бы свое поголовье увеличивать. Молокопереработчики – это уверенность в завтрашнем дне для тех, кто занимается молочным скотоводством. Абсолютно верно. Вот они должны в вас верить, а вы должны поверить в них. Потому что для тех, кто сегодня заводит крупно-рогатый скот молочный, молочный скотоводство ставит приоритет. Он боится, что куда он это молоко денет. Вы знаете, вы, знаете, вроде как день вокруг, а как в ночи все ходите и ищите друг друга. Нам просто надо помочь, чтобы нашли друг друга и молокопереработчики, и тот, кто хочет заниматься молочным скотоводством. Важно, конечно, не только получить продукцию, но и как можно быстрее продать ее. Для небольших хозяйств порой все упирается в сбыт. И здесь фермерам нужно помогать выходить в торговые сети, замечает губернатор. С какими проблемами сталкивались? Мы с вашей помощью их решили, в табрис вошли. Крупные сети требуют системной поставки. Вот вы сегодня должны максимально обеспечить эти магазины и федеральные сети, в том числе торговые, системной качественной продукцией. Чтобы вот эта баночка с питаной каждый день стояла на опленой полке. Чтобы потребитель привык к тому, что ваша продукция в этом магазине все время есть. Каждый день, правда, вечера. Вот это уже ваша задача. То, что кубанские товары буднично и незаметно вытесняют с прилавков зарубежные продукты, говорят и сами люди, которые пришли скупиться на ярмарку. Представленный в павильонах ассортимент. Наглядный результат импортозамещения. Я ощущаю, что наше лучшее. Особенно овощи, фрукты. И желательно, чтобы этого турецкого у нас не было. Все валом. И мясное, и яблоки. Все валом. Конечно, удалось. Достаточно местного всего. Так что импорт я вообще практически не покупаю. Кубанская ярмарка будет работать еще 4 дня. Больше всего людей ожидается на выходные. Однако на выставке можно не только закупиться продуктами, но и пройти обучение аграрному бизнесу. На мастер-классах можно узнать об альтернативном животноводстве или о том, как снизить затраты на производство собственной продукции. Александр Иванченко, Вероника Староженко, Алексей Комаров, Артур Завада, Кубань-24, Краснодар. Глава Сочи оценил санитарное состояние курорта, объехав главные гостевые маршруты. Компанию мэру составили начальники городских департаментов, задача которых – бросить все силы на наведение порядка как на дорогах, так и в спальных районах в преддверии Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Маршрут следования автобуса, пассажирами которого были исключительно чиновники, пролегал от центра Сочи до Адлера, далее объезд продолжился по старой дороге на Красную Поляну. На обратном пути уже по новой дороге автобус проехал в направлении Олимпийского парка, после чего вернулся в центр города. По оценке Анатолия Пахомова, главные гостевые маршруты не в лучшем виде. Первое замечание – дорожникам. Они, ко всему прочему, должны устранить сужение федеральной дороги в кратчайшие сроки и завершить ремонт дорожного полотна на трассе Сочи-Адлер до 10 октября. Разметка. Повторю еще раз. Росавтодор у нас есть здесь, да? Да. Значит, там, где необходимо будет разметку, там, где необходимо помыть бордюры, помойте. Там, где необходимо будет эти бордюры закрасить, ну, молодцы. Я еще раз говорю, там, где вот ободрано, надо все это дело подправить. Остановки. Александр Розавич, повторю еще раз. Ну-ка, собирайте своих рекламщиков, и это их конструкция. Они должны за ними следить. Наряду с рекламными счетами в надлежащий вид необходимо привезти и остановочные павильоны. Зеленые насаждения тоже нуждаются в регулярном внимании, напоминает глава-руководителю управления лесопаркового хозяйства. Много задач и у глав районов. В идеальном состоянии, впрочем, как и всегда, должны быть тротуары, живые изгороди, ограждения. После объезда Пахомов порекомендовал чиновникам пройти пешком по вверенным им участкам. Тогда работа будет результативнее, уверен глава города. В Советском Союзе прошло целых два всемирных фестиваля молодежи и студентов. В России первый. И здесь страну представляет Сочи. Задача курорта – в очередной раз провести мероприятие на высшем уровне. К вопросу санитарного порядка на гостевых маршрутах Анатолий Пахомов вернется 5 октября. В администрации заработало новое управление административной инспекцией. Вновь созданное подразделение берет на себя контроль за правилами благоустройства и санитарного содержания курорта. Задача сотрудников управления и борьба с одной из острых проблем города – незаконной наружной рекламой. Результатом очередного рейда стал демонтаж десятка рекламных конструкций. Расскажет Инга Габешия. Сотрудники нового управления не просто специалисты, а муниципальные инспекторы, в обязанности которых помимо мониторинга за соблюдением законодательства входят полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях. Такой документ с участием полиции сегодня был составлен на предприятии «Фото плюс», что на улице Северной. Помимо печати фотографий здесь могут предложить заправить картридж, подкорректировать фигуру, сварить кофе и в том числе изготовить рекламу. Но судя по фасаду данного здания – незаконную, ликвидировать которую распорядился глава Сочи. Мы работаем совместно с департаментом оформления дизайна, с МКУ, комитетом по наружной рекламе. Мы даем запрос по определенной улице, они нам дают отчет, где есть разрешение на рекламу, информацию, согласовываясь, не согласовываясь, где нет. И по данным объектам мы тогда уже совместно с полицией привлекаем к ответственности. Мы напоминаем о том, что нужно приходить в комитет по наружной рекламе, подавать заявку и согласовывать свою рекламу. Предписание о демонтаже данной несогласованной с мэрией рекламы руководству «Фото плюс» выдавалось еще два месяца назад. И только сегодня, после визита муниципальных инспекторов и сотрудников отдела по исполнению административного законодательства УВД, руководство предприятия приняло решение о демонтаже незаконно установленных конструкций. И все же административное расследование начато к ответственности. Женнарушители закона о рекламе привлекают ежедневно. В целом, с начала года благодаря такой работе было разобрано порядка тысячи вывесок и баннеров, в том числе и так называемых бигбордов. Таких конструкций в городе вообще быть не должно, подчеркивает мэр Сочи. Как, кстати, и бегущей строки, которая сегодня так часто пестрит на улицах курорта. С прошлой недели новое управление административной инспекции приступило к выполнению своих задач. В настоящее время создаются четыре территориальных отдела, которые будут функционировать при администрациях внутригородских районов, в которых будут также работать муниципальные инспекторы, и которые будут заниматься исключительно соблюдением требований законодательства. Сегодня в Сочи меняется и схема размещения наружных рекламных конструкций. Совсем скоро каждая из них будет нанесена на топосъемку. К слову, по-новому реклама будет не только выглядеть, но и формироваться. Пока законами считаются лишь световые лайтбоксы и объемные буквы. Разумеется, согласованные с руководством города. Штраф для нарушителей законодательства до миллиона рублей. Инга Габешия, Николай Техонов, телекомпания ФКТ. В Сочи сгорело летнее кафе. Крупный пожар произошел в Лазаревском районе на улице Социалистическая. Там горел коктейль-бар на пляже Гренада. Об этом сообщает Югополис. Пожар начался около полуночи минувшей ночью. Очевидцы происшествия утверждают, что перед тем, как вспыхнул огонь, они слышали громкий хлопок. Официально эта информация не подтверждена. Площадь возгорания специалисты оценили в 300 квадратных метров. Полностью справиться с огнем спасателям удалось за три часа. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. В ликвидации пожара были задействованы 47 человек и 15 единиц техники. Причину происшествия выясняют специалисты. Нарушителей трудового законодательства снова пригласили в администрацию Сочи на заседание Межведомственной комиссии по охране труда, посвященное проблеме неформальной занятости. Мониторинговые группы отчитались о проделанной работе, а местные предприниматели получили повестку на встречу с главным госинспектором труда Краснодарского края. За два года работы мониторинговых групп на заседание комиссии были приглашены представители более 800 хозяйствующих субъектов. Сегодня к ответу призвали очередных нарушителей трудового законодательства. Среди них работники торговли, коммунального хозяйства, курортной, строительной и транспортной отраслей. Претензии у руководства города все те же – отсутствие трудовых договоров. Причины работы в тени у бизнесменов от заседания к заседанию тоже не меняются. У одних на момент проверки работали стажеры, у других – семейный бизнес. Но трудовое законодательство, подчеркивает вице-мэр Ирина Романец, таких вариаций не предусматривает. Нам начинают рассказывать, да нет, я работал, я просто отошел в аптеку или отошел куда-то. Отошли, закрыли свое предприятие, и никто не имеет права стоять ни пять минут, ни десять минут, ни три часа, ни два дня вас замещая. Нам надо, чтобы каждый человек, который утром просыпается в городе Сочи, пьет кофе и идет на работу, обязательно был трудоустроен. И у него обязательно должно быть защищено его завтра. И когда он станет пенсионером, у него вовремя должны быть оплачены все социальные выплаты, которые должен за него платить работодатель. Самое большое количество нарушителей в потребительской сфере на этот раз выявлено в Лазаревском районе. Десятки неоформленных работников наняты и на предприятии торговли в центре курорта. Участие в совещании принял главный государственный инспектор труда Краснодарского края. Всем приглашенным на заседание он вручил уведомление о нарушении трудового законодательства, на основании которого предприниматели будут оштрафованы. Напомню, за каждого неоформленного сотрудника владелец предприятия заплатит до 100 тысяч рублей. В Хостинском районе Сочи отремонтировать дороги, бюджетным учреждениям передать помещения, а многодетным семьям выделить участки. Эти и другие предложения будут вынесены на рассмотрение депутатов на ближайшие сессии. Она состоится 27 сентября. Ну а пока все вопросы проходят процедуру тщательного обсуждения. Среди них изучаются и вопросы долгосрочной перспективы. Сегодня на заседании территориальной депутатской группы Хостинского района было рассмотрено 20 вопросов. Большинство из них приняты. На доработку отправилось предложение по исключению некоторых объектов из плана приватизации. Это помещения, которые депутаты городского собрания Сочи считают нужным оставить для муниципалитета, а не для коммерческой деятельности. Кроме того, были учтены замечания депутатов по условиям предоставления участков для многодетных семей. И 77 участков уже готовы для передачи. Были разработаны план детальной планировки, на основании чего выделены земельные участки под дороги, выделены под сети, под коммуникации. Новые участки, которые предоставляются, они уже со всеми теми замечаниями, которые были устранены. За счет этого земельные участки уменьшились. На ближайшей сессии депутаты также проголосуют за продление аренды помещений для ряда городских организаций, за выделение средств на ремонт дорог в Хостинском районе и распределят краевые субсидии на детские и дошкольные учреждения. Сочинская молодежь запустила в небо десятки белых шаров с бумажными птицами. На крыле каждое имя ушедшего героя и тех, кто отправился на войну ради спокойной будущей жизни своих потомков. Сегодня утром в Комсомольском сквере в честь Международного дня мира прошла акция «Голубь мира». Акция «Голубь мира» проходит ежегодно 21 сентября во всех городах России. Организаторами акции в Сочи выступили Центр военно-патриотической допризывной подготовки молодежи и Управление молодежной политики. Чтобы все жили в мире, все жили в согласии, чтобы действительно не было войны, и мы воспитывали новые поколения с наделами толерантности, любви к ближнему. В акции приняли участие студенты, представляющие разные учебные заведения города. Второкурсница Академического колледжа Владлена Горожанина вместе с другими активистами начала готовиться к мероприятию заранее. Где-то готовились за четыре дня. Нам помогали наши учителя. То есть голубей мы вырезали всем колледжем. Шары мы тоже буквально вчера купили. Тоже все вместе пришли и купили. Нам это не безразлично, как и всем жителям нашего города. И нам главное, чтобы все народы жили в мире. Почтив память воинов и выслушав напутственные слова от старшего поколения, студенты запустили в небо десятки бумажных голубей, привязанных к белым воздушным шарам. Вместе. Три, четыре. Запускаем. Ура! Также ровно в 9.30 по местному времени в единый час духовности шары в небо запустили и тысячи других участников акции во всех городах России. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Спасибо. Золото и бархат высокого сезона. Сегодня в Сочи в гранд-отеле «Жемчужина» открылась выставка ювелирных изделий и фэшн индустрии «Золотой сезон», а также фестиваль народных мастеров и художников России. По традиции организаторы – выставочная компания «Соут». Ювелиры, художники, народные умельцы собираются в Сочи в сентябре в 11-й раз. Выставка «Золотой сезон» – место встречи профессионалов ведущих предприятий ювелирной отрасли. «Золотой сезон» и фестиваль народных мастеров и художников России объявляется открытой. Здесь на выставке «Золотой сезон» представлены бренды ювелирной моды. Росыпь золотых украшений разных техник и стилей – от традиционных до редких дизайнерских. Полюбились сочинцам изделия в классическом стиле с редкими драгоценными камнями в авторском исполнении. Эти работы выполнены ювелирами, которые входит в Творческий союз художников России. Красивая выставка с красивыми ювелирными изделиями. Большое количество предприятий приехали на нашу выставку. Здесь не только ювелирные изделия, здесь много одежды, аксессуаров, красивых камней. Много-много всего того, что радует наших людей. На равных с ювелирной отраслью идет модная индустрия. Уникальные, стильные, красивые, качественные изделия привлекут внимание и сочинских модниц, и тех, кто приехал в Сочи на отдых. Всегда в моде лен, льняная, гладкая ткань особо актуальна для южных регионов. Опять же, на выставке представлены только авторские работы. А значит, будь то платье, юбка или пиджак – все в единственном экземпляре. Многочисленные мастерские представили в Сочи свои творческие работы. Вот это авторская витражная роспись, к примеру, необычная декоративная роспись на свечах или фонарях. Такие изделия станут приятным украшением любого интерьера. Также представлена интересная коллекция авторских кукол и ярких картин в технике шерстяная акварель. В рамках выставки состоится международный конкурс «Золото и бархат-2017». Будет оцениваться дизайн одежды, аксессуаров, качество ювелирных изделий. Пройдут показы от компании-участниц выставки и мастер-класса. Состоятся традиционные супер-розыгрыши среди покупателей. Призами станут смартфоны, ювелирные изделия и билеты на ледовый спектакль «Ромео Джульетта» и «Льевер Буха». Выставка «Золотой сезон» компании «Солот» открылась сегодня и продлится до 24 сентября в выставочном центре «Гранд-отеле Жемчужина». Российские лыжи-роллеры финалом Кубка России завершают сезон в Сочи. В город прибыли порядка 250 спортсменов. Здесь они проведут сразу несколько гонок. Первая гонка в Сочи в рамках финала Кубка России по лыжи-роллерам прошла накануне. Это была гонка с раздельного старта. Ее провели на горе Ахун. Спортсмены бежали 6 километров классическим стилем. Сегодня в программе гонка-преследование. Лыжи-роллеры стартуют в таком порядке, в каком они расположились в финишном протоколе, завершившейся вчера гонки с раздельного старта. Таким образом, среди мужчин первым на дистанцию сегодня вышел Антон Шатагин, победитель Зимнего Кубка России по лыжным гонкам. Среди женщин Светлана Хвостункова, бронзовый призер чемпионата мира. Сегодня спортсмены преодолели дистанцию в 7 километров свободным стилем до верхней точки Ахуна. Кстати, здесь лыжи-роллеры свои соревнования проводят с 2007 года. Говорят, трасса прекрасно подходит для турниров всероссийского уровня. Для спортсменов она известная и она, так сказать, позволяет, подъем достаточно серьезный и позволяет нам отобрать, выявить реально сильнейших спортсменов-лыжников. Погода, конечно, это серьезная проблема для спортсменов, но чем хорошо, то есть эта дорога на Большой Ахуна, она все-таки находится в национальном парке и деревья немного, так сказать, позволяют спрятаться от солнца. Но, конечно, хотелось бы где-нибудь плюс 25, а не плюс 30. 23 сентября в программе финала Кубка России масс-старты. Женщины побегут марафон классическим стилем 30 километров, мужчины – 48. Дистанция – эмеретинка Эста-садок. Завершится турнир 24 числа спринтом на 150 метров. Он пройдет в Олимпийском парке. Таким образом, свой сезон лыжи-роллеры завершат в Сочи. В Сочинке завоевали бронзу командного чемпионата России под дзюдо. Турнир состоялся в Нальчике. В соревнованиях принимали участие 10 сборных – Южного, Центрального, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного, Дальневосточного, Северокавказского федеральных округов, а также Москвы и Санкт-Петербурга. В составе сборной ЮФО боролись представители сочинского «Динамо», мастера спорта России Кристина Карикян и Алия Бекужина. Команда вышла в полуфинал, взяв верх над дзюдоистами Северо-Западного федерального округа со счетом 8-6, но проиграла сибирикам. Встреча за третье место против сборной Северо-Кавказского округа осталась за нашими дзюдоистами – 10-4. В итоге бронзовыми призерами командного чемпионата России стали сборные Южного федерального округа и Москвы. Кристина Карикян тренируется в 10-й сочинской спортшколе, а Алия Бекужина – в 4-й спортшколе Олимпийского резерва в Лазаревском районе. Тренер спортсменов Сергей Дубровский воспитал уже не одно поколение чемпионов. Ну и в завершении выпуска информации от наших партнеров. Итальянская компания-производитель «Циркония» проводит акцию в клинике «Валеденталь». Циркониевые коронки по цене металлокерамики. Чайковского 3, телефон 254-5707. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok